Вы знаете, сегодня, наверное, один из тех дней, когда кажется, что все идет наперекосяк, абсолютно все складывается против тебя, и вообще, в принципе, я сегодня собиралась снимать совершенно другое видео, но потом мне пришло уведомление о том, что на почту пришла вот эта вот посылочка, это мой заказ с сайта Dose of Colors, и я решила, что все, мне сегодня ничего не помешает снять это видео, потому что этот заказ вызывает у меня настолько большое нетерпение, и мне так хочется уже попробовать то, что лежит там в середине. Если вы следите за американским YouTube, то наверняка уже знаете, что компания Dose of Colors недавно выпустила уже вторую коллаборацию с блогерами Дэзи Перкинс и Кейти Ластер-Лакс. В прошлом году у них была первая коллаборация, я посчитала ее достаточно интересной, но не настолько интересной, чтобы, знаете, тратить на нее свои деньги, покупать эту косметику. В этом же году, как только они показали всю свою коллекцию, но в особенности палетку теней, я поняла сразу, что я буду ее покупать. Скажу вам честно, я эту коробочку уже распаковала, уже палетку посмотрела, но хочу вам тоже показать, как все приходит. Здесь несколько флайеров, также стикеры, кстати говоря, которые можно клеить, и вот, собственно, сами блогеры, вот это Дэзи Перкинс, это Кейти, и здесь все было упаковано очень красиво. Ну и давайте же, наконец-то, поближе посмотрим на палетку. Внешняя упаковка выглядит вот так вот, это обычный картон, такого медного цвета, сзади вся необходимая информация, тут по ингредиентам также. Это палетка без парабенов, без глютена, cruelty free, сделанная в США, срок годности у палетки 12 месяцев после начала использования, здесь 10 оттенков теней, и каждый оттенок по 1,85 грамма, что достаточно внушительно, это вполне нормальный размер для теней и для рефилов теней. Сама же палетка выглядит просто невероятно красиво. По размеру и по своей базе она, в принципе, полностью напоминает палетку, например, ту же KKW и Марио, они абсолютно одинаковые, только если KKW и Марио это просто обычный картон, то здесь этот картон еще обтянут вот этой вот просто невероятно потрясающе красивой тканью, очень красиво это все переливается вживую. Что для меня стало решающим в плане того, чтобы ее купить, это вот эти вот оттенки, которые кажутся сначала на первый взгляд металлическими, но это не обычные металлики, от которых уже все, в принципе, подустали, потому что уже даже и в бюджетных марках можно найти металлики, которые очень классно, круто, ярко выглядят. Здесь же это абсолютно новая формула, и у Dose of Color что-то есть похожее в рефилах, в индивидуальных тенях, каждый из которых стоит по 20 долларов. И, по сути, если бы я захотела купить 5 вот таких вот теней в рефилах, я бы заплатила уже 100 долларов, что вообще, на мой взгляд, это просто сумасшествие. А здесь я получаю 5 вот этих металликов, плюс 5 оттенков матовых, и все это в красивой палетке, удобной очень, и за 55. Я посчитала это очень хорошим предложением. Теперь, что касается видео, я хочу его построить таким образом. Сейчас я с помощью этой палетки сделаю макияж, естественно, на глазах у меня сейчас ничего нет, только макияж лица у меня сделан, и я хочу вот таким вот общим планом сделать сейчас один макияж при вас. Вы посмотрите на, скажем так, первый опыт использования этой палетки, с какими, возможно, трудностями я столкнусь, или наоборот, как все будет круто, но потом я сниму еще два макияжа в макросъемке, там, где глаз вот так вот будет крупным планом, все как вы любите, и вы в деталях сможете рассмотреть, как тушуются тени, как они ложатся, какие эффекты создают эти металлики, и таким образом мы с вами попробуем на глазах максимальное количество оттенков. Ну и, конечно же, свочи мы с вами тоже всех оттенков посмотрим, без этого никуда. В общем-то, максимум информации, насколько я смогу вам дать, я вам обязательно дам в одном этом видео. Субтитры создавал DimaTorzok вот эти матовые оттенки настолько хорошо продуманы, на мой взгляд, по крайней мере, по первому впечатлению, что я могу сделать абсолютно любой макияж, а вот эти металлики, это просто как украшательство своего рода, и в зависимости от того, какие у вас обстоятельства и настроения, вы можете выбрать какой-то определенный цвет и сделать его акцентом. Я начну с вот этого оттенка, который называется Basic. Этот оттенок, в принципе, мне не должен особо что-то добавить, хотя, вы знаете, я уже еле-еле, но все-таки его вижу навеки, то есть это не оттенок моей кожи, скажем так, для закрепления базы под тени, это все-таки оттенок, который еле-еле, но все-таки видно навеки. Следующий оттенок, который я буду использовать вот здесь вот по центру, находится, он называется Necessary, они его назвали необходимым неспроста, он является таковым, и вы знаете, вот что меня удивило, он не сильно теплый, и удивило и порадовало одновременно, потому что очень много рыжих теплых палеток, и эта палетка тоже, она не является холодной, но здесь уже не настолько навязчиво теплая она, и есть также в том числе и холодные оттенки, и можно это все миксовать, как вам угодно. Эти матовые оттенки сделаны на основе талька, если тальк вас пугает, если вы его предпочитаете не использовать, то тогда наверняка вам не понравятся эти тени, но я делала видео по поводу талька в косметике, если вы до сих пор его не посмотрели, обязательно посмотрите это видео, я очень серьезно к этому видео готовилась, и если вы хотите получить именно достоверную информацию о тальке, а не просто какие-то страшилки или мифы, то посмотрите это видео. В следующем я возьму оттенок Чуро, что касается формы в макияже, то я сегодня не буду делать, скорее всего, ничего сверхъестественного, и как видите, у меня эти тени пока что абсолютно не осыпаются, и кстати, почему я сказала, что матовые тени на основе талька, потому что только матовые тени на основе талька, что меня, кстати, тоже склонило в сторону покупки этой палетки, это то, что я увидела какую-то новую текстуру, уже настолько надоели одни и те же металлики, одни и те же матовые оттенки, мне кажется, вот Colourpop пора уже тоже выпустить какую-то новую именно текстуру, что-то интересное, что-то волнующее, скажем так, потому что сейчас они выпускают достаточно много новых релизов, новые палетки у них появляются, но вариации там только цвета, и как бы уже вот немножко, мне кажется, я, по крайней мере, точно подустала от одних и тех же текстур, просто в каких-то разных вариациях оттенка, и сейчас я хочу взять самый темный оттенок в палетке, который называется Chins, и буквально вот так вот во внешний уголок глаза я его положу, и я здесь использую немножко другую кисть, и я вот так вот буду как затирать этот оттенок во внешнем уголке глаза. Мы с вами наконец-то дошли до самого интересного оттенка в палетке, это оттенок Dirty Money, ну, вернее, не то, чтобы он самый интересный, но самый интересный в этом макияже будет точно. Его рекомендуется, и вообще вот эти вот тени, вот эти вот текстуры металлические, их рекомендуется наносить пальцем, даже на упаковке написано, что если вы хотите наибольший эффект от этих теней, то их нужно наносить пальцем, если вы будете наносить их кистью, то получится очень такой блеклый, скажем так, тонкий слой, который не будет давать вот этот эффект, который выглядит именно так вау, поэтому, если вы не фанат использования рук в макияже, или, может быть, если у вас очень длинные ногти, и вам неудобно это делать, то имейте это в виду перед тем, как покупать эту палетку. У меня же длинных ногтей нет от слова совсем, поэтому меня здесь ничего не останавливает, и я буду вот так вот на палец набирать этот оттенок, и наносить его на веко. Этот оттенок невероятно красиво переливается, и чем отличается эта текстура, это тем, что мало того, что есть металлический эффект, так еще и очень большое количество мелких блесток, которые невероятно круто смотрятся, невероятно классно ловят цвет, и просто переливаются на глазах именно таким дорогим свечением. Во внутренний уголок глаза я положу оттенок Just a Kiss, и вообще, насколько я знаю, этот оттенок должен быть полупрозрачный, то есть он практически не добавляет именно оттенок, но он добавляет сверху вот такой вот как влажный эффект. На нижнем веке я сейчас повторю все те же оттенки матовые, я имею в виду, которые я использовала на верхнем веке, и таким образом сделаю уже более законченный смокеай, вернее, наверное, все, за исключением вот этого только самого светлого, все я буду использовать с помощью вот такой вот просто плоской кисти. Ну что ж, основную форму я уже сделала, мне осталось только накрасить сейчас ресницы, я еще, наверное, наклею накладные ресницы, и вернусь к вам, чтобы показать уже финальный результат. Я закончила макияж, и мне просто безумно нравится то, что у меня получилось, мне было очень просто работать с этими тенями, и пока что абсолютно все оттенки, которые я использовала, полностью оправдывают мои ожидания, но я предлагаю на этом не останавливаться, как я и сказала, я хочу сделать еще два макияжа, чтобы еще больше оттенков вам показать именно в макияже, поэтому я предлагаю как раз-таки к этой части перейти. Я начну с оттенка Basic, который нанесу в складку. Он имеет еле-еле розовый оттенок, но тем не менее это потом поможет нам растушевать тени в складку лучше и сделать переход более незаметным. Теперь на ту же кисть я беру оттенок Necessary и проделываю, в принципе, ту же работу, углубляю складку века. Снова та же кисть, и теперь я наношу оттенок Basic на подвижное веко. По сути, дневной макияж на этом можно и закончить. На нижнее веко можно нанести либо тонко те же оттенки и потом просто накрасить ресницы. Я решила еще взять немножко оттенка Just a Kiss и хочу нанести его во внутренний уголок глаза. По сути, это вот такие вот мелкие блесточки, которые хорошо украшают любой макияж, будь он выполнен в матовых оттенках или металлических, сатиновых, это абсолютно не важно. Теперь я хочу трансформировать этот макияж в вечерний. Моя задача начать с внешнего уголка глаза, но не с нижнего века, а именно с внешнего уголка глаза и провести стрелку, вернее, хвостик стрелки, как раз до границы, вот до вот этой точки, там, где у меня заканчивается залом. В какой-то момент карандашом может стать работать неудобно, поэтому вы можете заменить это на какую-то детальную маленькую кисть. Но и это еще не все. Теперь нам понадобится какой-то праймер для глиттера. У меня это от NYX. Можно, в принципе, обойтись и без этого шага, но с этим шагом стрелка будет выглядеть просто более эффектно. И теперь я беру оттенок Game Over из палетки и наношу сверху на стрелку. На мой взгляд, стрелка уже выглядит достаточно симпатично, но если вы хотите усилить этот эффект, можно взять оттенок Just a Kiss и еще немножко сверху нанести, тогда стрелка будет еще более сияющая. И можно закончить вот прям по ресничному краю, во внутреннем уголке глаза. Для нижнего века я беру оттенок Necessary и заканчиваю этот макияж. В этом макияже я буду делать округлую форму, поэтому начинаю с обычной растушевочной кисти и оттенка Basic. И изначально я наношу оттенок в складку, а потом поднимаю выше. В следующем я возьму оттенок Necessary и буду делать в принципе то же самое. Чтобы вам удобно было делать этот макияж, лучше запрокинуть голову немножко назад, тогда века получается максимально плоским. Теперь я беру кисть Карандаш и оттенок Chins. Это самый темный оттенок в палетке. И я буду еле-еле касаться этим оттенком и прорисовывать довольно четкую складку века. Обратите внимание, что я абсолютно не надавливаю на кисть, то есть она еле-еле касается кожи. И вот когда вы первый слой будете наносить, это достаточно важно, придерживаться именно этой техники, чтобы потом легко было растушевать. Эту линию я растушевываю вместе с оттенком Necessary. И теперь, когда я буду наносить оттенок Chins второй раз, то уже его не нужно будет так сильно растушевывать из-за того, что мы растушевали подложку из этого оттенка изначально. Если вы видите, что вам нужна дополнительная растушевка, возвращайтесь к более светлым оттенкам, к растушевочной кисти и тушуйте до того момента, пока вас все не устроит. И в очередной раз я скажу, для того, чтобы растушевать красиво границы, кисть должна еле-еле касаться века. То есть не нужно вот так вот растушевывать. Нужно еле-еле как поглаживать века, и тогда оттенки очень красиво между собой тушуются. В итоге у вас должно получиться что-то вроде этого, и мы готовы переходить к нижнему веку. С помощью плоской кисти, которая немножко при этом еще и пушистая, я буду наносить оттенок Necessary на нижнее веко. И здесь самое главное следите, чтобы у вас линия тушевки на нижнем веке переходила в линию тушевки на верхнем веке. Тогда глаз будет казаться целостным. Теперь я беру оттенок Chains и соединяю опять-таки верхнее и нижнее веко. С нижним веком я пока еще не закончила, но хочу сейчас перейти назад, к верхнему веку и к самой веселой части этого макияжа, а именно к Cut Cris, который я сегодня намерена сделать с помощью консилера белого цвета от Colourpop. Если у вас нет консилера белого цвета, вы можете использовать консилер телесного цвета, но тогда контраст не будет настолько выразительным, но тем не менее все равно желаемый эффект вы получите, то есть не обязательно использовать именно белый. И сразу же на эту базу я буду наносить оттенок E-Moment. Теперь мне нужно восстановить вот эту очень четкую границу между двумя оттенками, поэтому я снова беру оттенок Chains на очень тоненькую кисточку и прохожусь по границе этих двух оттенков, создавая между ними очень четкий контраст. Этот оттенок в палетке невероятно красивый, потому что это не просто обычный синий цвет. Даже когда я смотрю на себя прямо в зеркало, то с этой стороны он выглядит более фиолетовым, по центру более синим, а во внутреннем уголке глаза как будто более светло-голубым, то есть тремя оттенками он переливает, в зависимости от того, как преломляется свет. Плюс он еще и с огромным содержанием мелких блесток, и вообще в принципе все эти оттенки, которые металлические, они все с содержанием очень мелких вот этих блесток, которые реально вот так вот навеки потом и остаются, а не осыпаются просто вниз. Здесь эта текстура уникальна тем, что эти блестки все равно навеки присутствуют и очень красиво играют светом. На нижнюю слизистую я нанесу карандаш от Кемина Куан в темно-синем оттенке. Он называется Defining Navy. И то же самое можно сделать и с верхней водной линией. Все, что мне на этом этапе осталось, это только накрасить ресницы, и, конечно же, наклеить накладные ресницы. И, кстати, если будете повторять такую форму в макияже, то учитывайте, что ресницы не должны быть вытянутыми к внешнему уголку глаза, то есть если вы делаете вот такую вот круглую форму, то выбирайте и ресницы, которые тоже будут подчеркивать эту круглую форму, которые более длинные к центру и немножко более короткие к уголкам. И я имею в виду какие-то вот такие вот реснички. У меня это от Doll Lash, и называются они Geely. В заключении я могу сказать, что я абсолютно влюблена в эту палетку. Я действительно считаю ее уникальной, и, наверное, на данный момент я считаю ее самым интересным релизом 2018 года вообще. И напоследок я хочу показать вам еще один фокус-покус. Если вам кажется, что вы, покупая эту палетку, получаете 10 оттенков теней, то это не так, потому что здесь, благодаря вот этой вот уникальной текстуре, вы можете наслаивать оттенки и получать совершенно новые оттенки. Например, вот смотрите, если я возьму вот этот вот синий-фиолетовый оттенок, да, вот, например, будем называть его вот так, и я сделаю сводч этим оттенком, то вот, собственно, этот сводч. Но если на этот оттенок положить сверху, к примеру, вот этот розовый, и многих он может, я думаю, напугать, потому что этот розовый, наверное, не такой оттенок, который, ну, наиболее часто используемый будет. И он, скорее, даже не розовый, он такой красноватый-медный, я бы сказала. Но, тем не менее, многие таких оттенков боятся, потому что они могут создавать эффект заплаканных глаз. Тем не менее, если мы наслаим этот оттенок сверху, то мы получим совершенно новый оттенок теней, который больше будет напоминать коричнево-фиолетовый, возможно, оттенок. Но этот уже совершенно не страшный, и в то же время вот это, это уже новый оттенок, который вот так вот, если посмотреть на палетку, то здесь вы его не увидите, но его можно таким образом создать. И мы вот так вот, в принципе, играться можем практически до бесконечности, находить какие-то новые уникальные оттенки, соединяя их между собой. И вот этим отличается вот эта формула теней, потому что обычные металлики так не делают. Ну и на этом я, наверное, буду заканчивать этот обзор. Надеюсь, что он был для вас полезным. Если вас заинтересовала эта палетка, последнее, что хочу сказать, это лимитная палетка, то есть как только они распродадутся, к сожалению, их уже купить будет нельзя. Поэтому, если она вас интересует, не зевайте, заказывайте либо на официальном сайте, либо на Beauty Bay. Если вы не знаете, как заказывать за рубежа, можете воспользоваться моим проектом simplum.com.ua. Все данные я вам оставлю ссылками внизу. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте мне палец вверх. Это очень здорово выручает мое видео. И благодаря вашим лайкам, мое видео может быть показано в рекомендуемых. И так как русскоязычных обзоров на эту палетку я еще пока не видела, вполне возможно, что это будет для людей актуально. Поэтому не скупитесь, ставьте палец вверх. Также, если вы здесь были впервые, подписывайтесь на мой канал. Это можно сделать, нажав на вот эту круглую иконку. И можете также провести еще немножко времени на моем канале, посмотреть какое-то из двух видео, которые вам сейчас предлагает YouTube. Если вы вдруг уже их смотрели, то мы с вами увидимся в моем новом видео через несколько дней.